всем привет привет мы находимся возле нашего дома у нас тут ремонт немного поэтому нам с домом не очень повезло здесь делают какой-то ремонт и каждое утро 7 часов утра у нас будет рабочие кроме воскресенье воскресенье здесь не работает у нас кстати такая себе погода позавчера был ураган и который назывался хавьер и из-за этого урагана мы добирались с университета домой где-то 5 часов потому что никакой транспорт не ходил и сейчас мы идем в супермаркет и мы сегодня вам расскажем про супермаркеты и продукты в германии такое что покажет и ну в общем все увидеть да и пока мы идем на таких то рассказать про нашу улице на которой мы живем здесь есть велосипедная дорожка вот покажи как она выглядит вот здесь вот эта красная дорожка это велосипедная дорожка вы видите велосипедиста который в принципе едет это женщины она едет достаточно быстро но вообще тут прям летают все вот реально летают и нужно аккуратно переходить дорогу потому что когда вот тут мы переходим то могут сбить велосипед как меня чуть не сбил первый день когда мы приехали да и здесь на самом деле нужно быть с ними осторожно они не так опасно как на дорогах как эти велосипедов покажи как он быстро пролетел они реально летают особенно утром здесь целый поток велосипедистов и как вы видели да эти примеры как вы видели это велодорожка особо ну не нет каких-то отличительных до чертов например когда мы были в барселоне там видят на ней нарисован велосипед и на ярко красная она отделяется ты себя можно различить от пешеходной зоны от велосипедной зоны здесь она как-то синхронизируется с пешеходной зоной и вот у нас были проблемы на первых она уже привыкли да но сначала было совсем непонятно кстати возле нас вот мы сейчас проходим марокканская какая-то марокканский магазин очень прикольно я хотела бы туда зайти неинтересно это вся тематика да ну в общем сейчас мы кстати идем в супермаркет где мы будем сдавать бутылки пластмассовые бутылки за них мы получим деньги очень много да и теперь рассказываем германии все сдают пластиковые бутылки потому что за каждую за каждую бутылку дают 25 центов скидки в том супермаркете где вы будете эту бутылку сдавать на самом деле вы уже за нее заплатили а потом они возвращают вам эти деньги просто то есть например если вода вы видите что вода стоит 13 центов на самом деле она будет стоить 13 центов плюс 25 центов то есть вы за нее заплатите 38 центов но потом в эту бутылку сдадите и вам 25 центов сделают скидку на продукты которые вы будете покупать да вот так вот они интересно очень сделали и на самом деле у нас есть бутылок наверное на евро 3-4 на 3 я посчитала ну вот в общем то да вот так вот и самые такие предприимчивые люди они на каких-то больших мероприятиях например на футболе когда футбол когда много людей идут на стадион они стоят с пакетами с пластиковыми бутылками и просит людей скидывается до в эти пакеты пластиковые бутылки потому что с ними на стадионе нельзя то есть таким образом они еще и плюс заходит потому что они что не покупали это вот а люди хотят пить перед стадионом пьют пьют и дают им бутылки то есть вот такой вот бизнес можно делать у нас в районе где мы живем есть 5 супермаркетов есть рыба банан вот он принципе как по нашим наблюдениям он самый дорогой из всех которые еще есть правда хорошая продукта вот есть пенни он самый дешевый и принципе там неплохо вот еще есть эдако еще один пенни и лидл вот да и кстати про супермаркеты они воскресенье не работают так же как и в испании вот я думаю что в германии такого нет но воскресенье здесь тоже нефиг делать воскресенье здесь нужно сидеть дома потому что ничего не работает кстати вот что здесь есть прикольного в пенни это то что здесь авокадо и манго есть и они стоят по евро авокадо правда уже подпорченные но манго сейчас хорошие но не доспеет они не мягкие но они дома могут доспеть теплой температуре кому интересно вот здесь томат например стоит евро шестьдесят и такой евро шестьдесят девять вот и евро 40 стоите надо и евро 49 в общем то это для тех кто любит сравнивать цены германии вообще море пиво пиво пьют абсолютно все и даже это абсолютно нормально встретить обычного немца с бутылкой пива на улице или общественном транспорте им здесь это можно делать но чтобы украине например если вы будете с бутылкой пива по улице то вам полицейский может сделать замечание нам нужно каких-то там бумажных пакетиках это пиво пить на улице в общем какие-то есть ограничения здесь этих лечения нет абсолютно но не скажу что все но очень много людей пьют на улице пиво здесь она невероятно дешевая смотрите например смотрите на цену на пиво 1 литр шестьдесят восемь центов вот 0 534 пфант это залог который они берут за бутылку стеклянные бутылки сдавать тоже можно а а вот это пиво вообще по 30 центов за 0 5 я не скажу что на хорошего качества но дешевая кстати от части вот почему пенни дешевый супермаркет потому что у них есть своя торговая марка пенни и достаточно дешевые продукты под этой торговой маркой вот например сливки 63 евро цента хотя остальные другие марки например 80 евро центов или евро так что вот так вот тут можно на этом сэкономить на базовых продуктах также чем страдают в германии это биопродукты например био яйца стоит 260 при этом обычные яйца не био стоит евро вот такая разница кстати что здесь прикольная любителям хариба здесь она реально дешевая 95 евро центов стоит большая упаковка ладно это не очень большая как-то купила на скидках за евро реально огромную попавку вот такую а в общем то да вот она и стоит евро 09 вот так что хариба здесь дешевая спай не мог покончили сейчас пойдем мне нужно купить еще авокадо и овощи вот я вам как раз покажу там большой выбор сыров и всяких интересных продуктов поэтому и вот мы в рэве здесь намного больше выбор чем например в пенни и качество продуктов лучше но цены тут соответственно дороже вот вы видите те же самые томаты уже дороже но в то же время например такие вещи как там печенье каких-то марок здесь цены абсолютно такие же может нам на пару центов больше вот но в принципе нормально в общем так как и везде во всех европейских супермаркетах здесь большой выбор сыров французских и итальянских есть еще также здесь голландские сыры но я что-то их не вижу но в общем-то стандартный набор камамбер бри горгонзола и так дальше все есть вот кстати нашла голландские сыры и в общем-то здесь почти все марки голландские ну вот вот этот мы брали вкусный сыр смотрите вот это вот антрекот это часть какая-то часть гаражевого мяса вот обычный этот кусочек мяса стоит 666 но но такой же кусок мяса но био стоит 1027 то есть набила здесь помешаны все я не скажу что прям все берут био но я вот замечал обращал внимание что большинство все-таки делают выбор в пользу био продуктов и они намного дороже и в основном на каждый продукт здесь в супермаркете есть есть свой био продукт есть обычные яйца есть пиво яйца есть обычное мясо есть белого мяса да то есть каждый продукт есть с ярлыком био и так мы дома может купились в итоге мы потратили в общем 50 евро если быть более точными то если быть более точными не 50 евро 2170 плюс 2120 ой мы меньше потратили мы потратили 40 евро оказывается мы потратили даже меньше это кстати мы не отдали наш чек за бутылки мы забыли про него я его положила в карман и забыла то есть у нас не было скидки в нашей 225 хотя рассчитала на 3 но я забыла что мы не взяли еще три бутылки в общем неважно и я вам расскажу все-таки что мы купили вот сейчас покажу вам прям с холодильника репортаж репортаж с холодильника и так в общем то чем мы с димой питаемся это обычно овощи у нас много овощей это кстати сосиски мы купили еще вчера вот такие сосиски и в общем то вкусные сосиски в германии этого национальное блюдо сосиски и так это у нас мясо ничего интересного мы купили типа хамон но немецкий называется шинкен на украинском шинка на украинскую это не очень похоже но похоже на испанский хамон в общем то я его искала но взяла вот эту штуку попробовать и потому что она во первых дешевле чем испанский хамон здесь надеюсь такая же вкусно так это нас бекон это фета ничего интересного в общем то моцарелла мы едим итальянскую кухню у нас всякие тут цирки и оливки и маслины я еще а вот мангу я купила которая заяра я вам показывала в общем то что здесь интересно у нас есть холодильнике а вот что здесь есть германии продается фриц кола называется напиток это кока-кола которая сделана в камбурге она очень даже вкусная нам нравится даже больше чем кока-кола в принципе вкус такой же но я не знаю нам больше нравится это вот это молоко невкусное с каким-то ароматизатором также мы взяли биомолоко и обычное молоко у них разница была в 20 центов в цене и мы попробуем и поймем какая в них разница или вообще есть ли она также у нас есть такая палочка здесь у нас хранится мед с украины мы привезли с собой домашний мед вот из интересного а да я знаю что вам показать нельзя интересно таблерон это вы знаете все что такое таблерон в германии относительно дешевые шоколадки риттер спорт я знаю они в украине продаются но просто в германии они стоят на скидках они скидки на них постоянно почему-то 60 евро центов я купила такую попробовать мне понравилось также я пробовала с марципаном очень вкусная вот классная и в общем то все индии за интересного тут ничего больше нет варенье не интересно вот кофе наш запас кофе кстати с кофе здесь проблемы мы этот кофе заказали вообще с польши нашей подруги она нам привезла потому что мы здесь этот кофе не можем найти это ловаться ора да не смогли здесь найти поэтому пришлось заказывать здесь как-то вот этот кофе мы купили здесь но мне лично он не очень нравится он слишком сильный сильная обжарка как по мне да на этой полке все за интересного это все в общем то мы с димой просто питаемся правильной пищей и немецкая кухня нам не близка по духу потому что они едят жирную еду в общем то как и в украине тоже у нас жирная еда это культ вот мы с димой такие новое поколение которые едят все обезжиренное овощи и салатики и так дальше поэтому я вам не могу детально рассказать про именно немецкие продукты про сыры потому что мы их особо не едим в этом проблема так что извините но у меня есть хорошая идея приезжайте в германию и сами посмотрите на продукты которые вам интересны которые вам нравится она там я буду заканчивать наш влог про супермаркеты вот всем спасибо за просмотр смотрите наше видео подписывайтесь всем пока до следующего видео